Итак, всем привет, я Артём Петров, и это очередная серия Игры Сидеска. А мы продолжаем строить русский город, город из ваших просьб, народостроенный. В предыдущей серии, помимо всего того, что было построено, построили вот это вот. Начали строить прицентральные районы, при вокзальной площади, и вот это всё, при вокзальной территории. В этой серии возвращаемся снова в пригород, хотя многие это не хотели. Строим просьбу этого зрителя. Он попросил построить район из Уфы, если мне не изменять память. Но, в принципе, на этот район я давно уже, так сказать, положил глаз. Мне было интересно что-то из этого реализовать, потому что реально хорошо он вписывался в кое-какое одно место. Поэтому надо было его брать. Поэтому я его взял хоть с таким вот запозданием, возможно. Вот. В принципе, кратко про район. Ничего сказать не могу, в принципе, он... Хотя нет, могу кое-что сказать. Он довольно-таки разнообразный в плане всего того, что там внутри происходит. То есть множество различных строений, которые там, в принципе, располагаются, создают довольно-таки интересную атмосферу, в принципе, этого района. То есть там смешиваются в какой-то степени около новостройки. Вот эти вот советские панельки, значит, и сталинские дома. Но все это вы увидите позже. Ну, по мере строительства. Вот. В принципе, точно-точно тех домов, которые были на карте, я не нашел. Потому что их, в принципе, нету в мастерской, походу. Поэтому сильно не бомбите, что... О, нет, я соединил какой-то этот дом. Ни того, ни той серии, ни того типа, ни тем образом, который должен... Ну, это, если честно, как-то по барабану, на самом деле. Как соединилось, так соединил, так оно и похоже по карте сверху вот это вот все. То есть я смотрю наверх с верхнего ракурса, смотрю на себя тоже, ну, на игру тоже сверху. И что получается, то получается. Мне как-то до того, как эти дома называются, зовутся и все такое, как-то вообще просто не мое, я не разбираюсь. Более того, скажу, специалистам всегда плохо живется в этом мире. Всегда найдется кто-нибудь, кто все будет портить, все их, так сказать, блаженство. То есть на то они специалисты, чтобы бомбить на все. Вот, по себе знаю. Я кое в чем тоже специалист, если что. Ну, так, так сказать, лирическое отступление, но просто на дальнейшем виде вы увидите, что произошло, короче. Там соединил не тот дом. О, господи, там дизлайк сосиска, надо... Запрещено, там нельзя, короче, такое допускать. Я допустил, в общем. Ну, короче, я очень долго думаю в этих моментах, надо просто что-то говорить. Вот, во-первых. Во-вторых, да, не все дома, которые похожи, наставлю. Потому что не все дома существуют в мастерской. И, в-третьих, очень долго думаю, потому что районы всегда такие сложные. Всегда надо как-то оборачиваться на карту. Оборачиваться на то, что, в принципе, выглядит как-то. Чтобы из этого что-то давай получилось. Но все равно время, короче, это занимает. Но все равно что-то нашел. Вот такой вот пусть будет дом. Хотя я его, кстати, поменяю потом в итоге. Потому что посчитаю, что этот дом немножечко не тот. Меня раздражает леса, вот эта вот растительность перед ним. Как-то она противно, на самом деле, выглядит. И, в целом, хочется просто что-то для разнообразия попробовать. Либо я, по-моему, просто дом нашел и понравился на вид. Вот. Также, вот, распространяя дорожную сетку. Она тут, в принципе, выглядит довольно-таки интересно. Там, по-моему, идет что-то наподобие аллеи. Что-то наподобие бульвара, точнее. То есть, трава промеж двух дорог. Но я решил по-своему все-таки сделать. То есть, немножечко так. На манер пригородной застройки. Где нет какого-то плотного движения и всего такого. Поэтому, в принципе, оно будет выглядеть таким вот образом. И, в принципе, оно выглядит даже интересно. Дальше вот такой вот интересный районный, так сказать, копипаст. Фактически, но все-таки с изменениями. То есть, не совсем копипаст. Но тоже из-за этого выглядит довольно-таки интересно. И, в принципе, я люблю копипастить районы. Потому что это большое продвижение. С небольшими, так сказать, вложениями в силу. Так сказать. То есть, не надо стараться. И, в принципе, город сам по себе растет. И это здорово. Вот. Но, в принципе, выглядит уже интересно. Осталось вот тут за учебное заведение тоже расставить. Им тоже тут есть место быть. Ну и, в целом, так сказать, потихонечку, понемножечку строю. Это, кстати, хотел встроить по-другому. То есть, как я сейчас записываю. Записываю очень важные моменты, так сказать. Некоторые моменты пропускаю, чтобы время скоротать. Скоропостижить. И вот это все. И, в принципе, так сказать, быстрее к сути. Быстрее там продолжить. Начать все это говорить. Чтобы все это было срочно и быстро. Моментально, так сказать. Я вот думал снимать немножечко по-другому. То есть, означает снимать не так, как сейчас. А как просто вот на сплошной записью записывать каждое строительство, каждый момент. И вот это все. Но ускорять видео быстрее. И, может быть, даже немножечко молчать в каких-то моментах. Ну, в меру молчать, в общем. В общем, я так подумал. Но все-таки проблема в моем строительстве. То, что я не сильно погружаюсь в процесс строительства. И все-таки мне хочется что-то еще продолжить. Постоянно отвлекаюсь. Постоянно хочу что-то построить еще. Что-то другое. Третье, пятое, десятое. И, в принципе, на все отвлекаюсь. Но, наверное, это даже к лучшему в моем плане. То, что все равно оно строится как-то интересно. И не так однотонно, монотонно и однотипно. Но район получается интересный. Вообще, пишите комментарии, что думаете по району. Что думаете по строительству. И, кстати, меня уже меньше смотрят, чем раньше. Потому что, видимо, однообразие какое-то сказывается. Но все-таки тут. Тут, значит, у нас микрорайоны такие современные. Псевдо-современные. То есть, тут в реальности какой строительство. Не пока что может у вас возникнуть вопрос. Что это за дорога? Что это за ересь? Но в итоге, ближе к концу вы увидите, что будет тут происходить в итоге. Но, в принципе, довольно-таки интересный район. Мон, кстати, немножечко не там располагается, где в реально находится. Но потому что из-за особенностей расположения домов и их типажа, и отсутствия, в принципе, нормальных домов в мастерской, приходится немножечко выкручиваться. И не всегда это выкручивается хорошо. В правильную меру, в правильную сторону. Но в целом вот. Уже нахожу, значит, сталинские дома, которые, кстати, тут располагаются. Поэтому таким вот способом. То есть, это как бы не вымысел. Может быть, я бы, если бы сам придумал этот район, сам бы строил, я бы никогда такого не сделал. Потому что реально выглядит не очень. Как-то не в тему, не вписывается, все такое. Почеркните нужное. Но реальность подсказывает, что... Ну, кстати, для этого я решил этот район строить. Прямо с самого начала. Потому что он, в принципе, продолжал идейную суть пригорода. Там, где вот это трамвайное кольцо, трамвайное депо. И вот это вот все. Все вот эти вот моменты. Там оно, в принципе, вписывалось хорошо. Может быть, я немножечко не тот район выбрал. Не то место положения. Но все равно, в принципе, выглядит интересно, прикольно. Чего бы нет. Вот. Также решаю район немножечко отодвинуть. Потому что как-то он близко все лишь располагается. Но надо было его все-таки ближе к дороге располагать. В принципе, дороги справа. Потому что как бы он немножечко... Ну да, все-таки не то. Немного от положения. Но все равно выглядит нормально, главное самое. То есть, в принципе, уже неплохо. Вот. Также тут как бы в реале находится куча каких-то хозяйственных корпусов. Я не знаю, что это. Но, короче, на картах это было куча серых квадратов, которые непонятно что. И фотографии они даже не все отображались. Поэтому я решил тут поставить такой торговый центр интересный. В принципе, он выглядит интересно, логично. И тем самым хорошо дополняет город. Да и все-таки учитывайте, что город надо развивать еще и логически, а не так, как он выглядит на картах других городов. Потому что, ну как бы да. Не все приходится скопировать, чтобы оно выглядело нормально. Но в целом все равно это по итогу должно выглядеть неплохо. Да и заранее скажу, что выглядит уже таким образом, что в принципе похоже на какой-то пригородный район. То есть, в принципе, дополняет город, продлевает его. И делает из него очень даже неплохой, так сказать, неплохой микрорайон в отдалении. Который он, кстати, пустил тоже троллилусы. Потом пущу. Ну, контактная сеть уже видна, но троллилусы пока нет. Потому что конечки пока что не оформил, не придумал ничего, чтобы будет, так сказать, троллейбус разворачивать по итогу. Кто-то уже мне предъявлял, что я троллейбусолюб, трамвайофоб, там все что угодно. Перечислите, что нужно, блин. Потому что я тут троллейбусы люблю, лерею целую, пятки, коленки, и хочу быть его унитазом. А трамвай прям ненавижу, прям бросаюсь на него, как с криком ярким. Короче, что такое? На самом деле все-таки я уже тысячу раз уж говорю, что идейность города — это реализовать его в разных проекциях, в разных направлениях, сферах жизни, и, в принципе, учитывание их исторической ценности и, в целом, реализации того, что тут могло бы образоваться в итоге. И в целом хорошо это вырисовывается, так сказать, на исторической перспективе в городе таким образом, что разные, так сказать, инфраструктурные направленности выглядят по-своему, то есть отличаются от других городов. Было бы странно, что было бы все это одинаковое, одинаковое, все нужно, все добавлять, все полезно и все хочу. Вот это было бы реально странно. Как и странно, в принципе, строить одни и те же дома, одни и те же вокзалы, и одни и те же, значит, всякие прочие здания. Как бы панельные всякие типовые дома, это ладно, а вот какие-нибудь, допустим, торговые центры, одни и те же. Вот это уже все-таки печальное зрелище. Хочется немножечко разнообразия в этот, так сказать, план. Но в целом уже район построен, так сказать, в принципе. Осталось провести дворовые территории, такие вот парковые, чтобы тоже создать некий вид общих парков. Все равно многие предъявляют, до сих пор предъявляют, что не строю, значит, нормальные дворовые территории, где парковки, где гаражи, где покрышечки возле всяких там детских песочниц и вот этого всего. Поэтому, ну да, в общем, строю и нормально строится. Самое главное, что, в принципе, похоже, и, в принципе, я не заезжаю во все эти территории внутри зданий, поэтому просто катаюсь по улице и нормально. Мне там каких-то особенных значений вот это все не нужно. В общем, ладно, заседняю территорию, заседняю в нескольких этапах, кстати говоря, сам для себя, так сказать, выявил формулу. То есть это деревья поменьше, потом еще побольше такие вот, чтобы создать уже более вкусный вид у города. Тем самым создается довольно-таки неплохая атмосфера. И, в принципе, зеленый город – это всегда хорошо. Так сказать, зелень, ну, зазеленелая территория и вот это вот все. Ну, а потом еще более зеленые, еще более зеленые деревья, потому что, которые вот такие вот, вот такого вот вида сейчас покажу. Вот, да, вот эти вот. Их преимущество в том, что они, во-первых, да, зеленые такие мясистые, во-вторых, их точка спауна какая-то очень мелкая. Из-за этого реально очень зеленые территории получаются по итогу. Вот. Ну, в целом, да, неплохой получился район. Вот тут осталось. Сначала дома заборы строительные найти. Но что-то я их не нашел, да и впадал было искать, потому что уже конец записи. Да и на район тоже как-то много времени убил. Даже точнее, не то, чтобы на район время убил. Убил времени больше на всякие облагораживания вокруг района, вокруг всего того, что тут происходит и, в принципе, все то, что тут окружает. Ну, кстати, вот уже для чего строю вот эту грунтовую дорогу. Получается неплохо. Давай посмотрим на финальный облет. Успел. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, черный экран. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что мы построим в следующих сериях. Оставляйте комментарии. Как вам район? Как вам, в принципе, так сказать, строительство? И, в принципе, город? Вот. И еще пишите, что мы построим в центре. Потому что, как бы, да, перестройте центр. Построй, пожалуйста. Там это очень круто, офигенно получается. Но ни источников, ни каких-то районов, ничего не предложили. Это вообще зашибись, как говорится. Так что вот. Так что предложите, значит, центральный район. Потому что все-таки следующая серия будет, да, про центр. Ближе к тем территориям. Потому что планы какие-то есть. А вот вдохновения нет. Ну, какого-то конкретного. Вот. Ну, в общем, понимаете меня. Ну все. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Постановите видео. Рассказывайте про меня друзьям своими, знакомым, которым это интересно. И все. Давайте.